Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все закрыто, если ты про рестораны, то рестораны закрыты, все пытаются работать с доставкой, кто имеет такую возможность, народ сидит, пьет дома, гуляет, потом пьет дома, то, что я вижу. Вот, участники грузятся пьет дома. Как там ситуация с Эмилье, ребятами, которые остались без работы, что-то делается там, помимо того, что делают Симпл со своими генотеками? Ну, в общем, тут мы такой небольшой опрос проводили на этот счет при ассоциации, ну, там порядка 50-60 человек. Ну, тут вариантов-то как бы их немного можно придумать. Много кто там, где-то треть народу сидит на голом окладе. Ну, как бы это у нас в ресторанах сумма небольшая, выживать на нее сложно. Вот, часть народу уже сокращены. Вот, судя по опросу, там сокращены, уволены. Вот, не знаю, по собственному желанию или нет, мы так формулировали, так вопрос не ставили, тоже порядка 20-25%. Другие занимаются, сидят в офисах, их там переключают на какие-то задачи, ну, как бы ждут каких-то инициатив по поддержке, чем занять с Эмилье. Ну, продвинутые с Эмилье, естественно, переключились на участников больше. Ну, как бы, у кого есть такая возможность, у кого есть такая база, работают с ним. Слушай, а ситуация с тем, что, ну, то, что с ресторанами будет происходить, твое предположение, сколько могут закрыться примерно так, ну, чисто по твоему мнению? Потому что Питер это все-таки другой рынок. Закроется или не откроется, скажем так? Вот какая, как бы, штука. Я вот на питерские рестораны, некоторые категории, да, мы же постоянно видим, там, на виду одни и те же рестораны, там, 25 штук в Питере. И, на самом деле, они не совсем срез. Вот, мне кажется, те, которые самые популярные и самые живучие, но самые, как бы, актуальные, они-то останутся. Может, как-то что-то переформатируется. Но у нас есть, мне кажется, довольно большое количество ресторанов, которые надо было закрыть еще до карантина. Ну, то есть, к тому, что они, в принципе, существовали, потому что кому-то это, ну, не сильно кого-то отягощало. Но я даже уверен, в те времена было не сильно прибыльно. И сейчас, ну, как бы, это либо останется такой же, ну, просто игрушкой, на которую придется еще больше времени, там, денег потратить, и потом она будет продолжать не приносить доход, либо эти люди все-таки, наконец, поймут и скажут, нет, ну, как бы, закрываем. У меня, да. Ну, ты считаешь, что большая часть заведений, которые есть, в принципе, открываться не будут из-за каких-то тех проблем, которые возникали еще до кризиса. И, может быть, это даже к лучшему, что будет некая очистка такая. Ну, да, да. То, что все говорят, то, что было непонятно, надо, как бы, или нет. Сейчас речь идет вообще глобально не только о ресторанном рынке, а вообще о смысле жизни, о всяких таких вещах. Обязательно собственники пересмотрят, мне кажется, ну, уменьшат количество ресторанов. Конечно, уменьшатся просто. Еще раз, вот, продолжу мысль, закончу. Мне казалось, что у нас их, в принципе, немного многовато на то количество людей, которые в них ходят. То есть у нас, в принципе, даже интересных ресторанов достаточное количество для того, чтобы они, ну, не были полностью перенаполнены, чтобы очереди стояли. Поэтому, ну, вот, наверное, этот кризис еще эти цифры как-то вот выровняет. Я небольшой любитель прогнозов, просто какие-то ощущения. Ну, мы сейчас много чего узнаем о тебе, чего ты любитель, чего нет. Вот, я напоминаю всем нашим подписчикам, которые уже подключились и смотрят нас. Сегодня мы общаемся с Александром Рассадкиным. Я хотел сказать, а вот и Рассадкиным. Александром Рассадкиным, человеком, который, ну, является президентом Санкт-Петербургской, Питерской ассоциации Сенелье. Финалист, финалист же, да? Не, не финалист, а полуфиналист. Финалист, чемпионат Европы, чемпионат мира, вот. И вообще победил все, что можно было победить в этой стране. Нет, пока еще. В этой стране может быть, да. Ну, в этой стране, я говорю, да. Все, что можно было победить. Ты планируешь дальше участвовать вообще в этих конкурсах? В международных, да. Да, я в итоге что-то сомневался, грустил, переживал, анализировал. Нет, я очень-очень хочу. То есть ты в принципе должен добиться? Да, я чувствую, что я его не до конца реализовал. Знания, которые получил, у меня есть азарт, у меня есть силы. Я еще чувствую себя молодым, поэтому я посражаюсь. Саша, расскажи, пожалуйста, а что делает Питерская ассоциация вообще? Сомерепп? А? Да, 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 да. Питерская ассоциация сомерепп? Да. Сейчас или вообще? Что она делает вот в этой кризисной ситуации? Каким-то образом? Помогает ли тем, кто остался без работы? Ну, мы сейчас будем раскрывать тему ассоциации, поэтому... Да, 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 я понимаю. Ну, смотри, тут какая ситуация, у нас традиционно зима и начало весны, такой сезон, когда мы переходим в большей степени в подготовку к конкурсу, который в этом году отодвинули пока до июня, и в этой связи как бы мы застыли вот в этой фазе. Мы застыли в фазе, с одной стороны, подготовки к конкурсу, мы продолжаем к ней готовиться, то есть у нас существует группа подготовки, просто делаем сейчас это онлайн, гоняем друг друга всеми возможными способами, придумываем всякие задания, вот, отрабатываем. А с другой стороны, мы очень надеялись, и там все идет к тому, там, за видимой частью деятельности ассоциации, есть еще невидимое бюрократическое, мы там все добиваем темы, связанные с членством, с форматом, с оформлением юридическим, всем прочим. У нас был план к маю, это реализовать к июню, не знаю, насколько затормозятся процессы, я просто как бы вот как раз очень много к этим срокам отодвигал, поэтому пока вот, да, мы провели там какую-то аналитику с точки зрения помощи, стомелье, ну вот кроме инициативы, которую вот была озвучена и Анатолием, которые начинают вводить практику, я, честно, придумать ничего не могу, ну, то есть, с точки зрения своего ресурса, честно, вот просто нет пока никаких идей, ситуация сложная, ситуация сложная для всех, чем занять самелье, кого из них именно надо занимать и за счет, самое главное, за счет чьей помощи, это вот очень-очень такой серьезный вопрос, который пока еще не нашел четкого ответа, я бы так сказал. Скажи, пожалуйста, какое количество членов Питерской ассоциации действующих на сегодняшний день? Порядка 85, по-моему, членов, мы сейчас говорим про членов, которые в ассоциацию пошли уже тогда, когда мы ввели платное членство ежегодное, потому что изначально, когда мы брали всех, это было порядка 200 человек, но сейчас вот тоже мы полгода как не принимаем членские взносы, потому что бюрократический вопрос, но мы до сих пор считаем, что вот порядка 85 тех человек, это вот та группа активная, которая, если что, в том числе и готова платить эти членские взносы и участвовать активно в жизни ассоциаций. А те, которые неактивные? А те, которые неактивные, ну, они заплатили деньги, если они как бы при этом не проявляют активность, они, наверное, в следующий год подумают, а надо ли им продлевать членский взнос, как бы в этом весь смысл. Когда мы пошли в тему ежегодного взноса, я понимал, что это такая двоякая ответственность. С одной стороны, мы не должны расслабляться, потому что, хоть и не за большие деньги, но ассоциация должна что-то, какие-то программы реализовывать, чтобы это было как-то логично. С другой стороны, человек, который делает взнос, он понимает, что он тоже делает это для чего-то. Мы как бы ушли от темы просто там единоразово дать грамоту, вручить значок, как бы попрощаться, мы решили попробовать, опять же, Петербург мы часто воспринимаем как такую площадку экспериментальную, попробовать формат такой постоянно работающий и вот существующий на энтузиазме. По активностям, по семинарам я могу сказать, что из этих 85 человек, ну, процентов 80 регулярно пытаются посещать семинары. Я не говорю, что у нас за раз приходит 60 человек, они ротируются между собой, ну, вот порядка 60 человек, те, кого я вот вижу из 80. Ну, то есть, очень такая себе приятная цифра. Слушай, ну, вот вчера с Алексеем Сидоровым общались, он сказал, что членов было порядка 5000 человек. Я вот что хотел задать. Ну, насколько ты считаешь, профессия сенельи в последние годы, она себя не дискредитировала? Ну, то есть, мне кажется, что очень много было лишних людей, которые просто назывались сенельи, и я думаю, что в Питере была такая же ситуация, как и в Москве. Так вот, все же ходят со значками, все говорят о том, что мы являемся членами ассоциации, при том, что сами, мало того, что они принимают в жизни ассоциации, ничего не делают, так они еще и вообще вином не занимаются. Вот насколько это тебя не выводит из себя, как бы, с точки зрения того, чтобы привести все в порядок, почистить, условно говоря, все это? Ну, вот как бы я пытаюсь на той вверенной мне территории, на которой я нахожусь, как раз-таки попробовать навести такой порядок, поэтому все вот это вот значковство мы, в том числе, перевели к обязательной сдаче экзамена, и у нас значок как бы вручает хороший вопрос. Мы, в принципе, когда начали, мы делали раз в полгода, ну, вот пока сейчас не зависли, но, в принципе, хотя последний раз все равно в ноябре было, поэтому, ну, вот, да, так и есть. Раз в полгода экзамен, либо мы там принимаем за какие-то другие заслуги. Если ты вышел в полуфинал конкурса, тебе экзамен дополнительно, наверное, сдавать не нужно, ну, там есть определенный перечень требований. Возвращаясь к основному глобальному вопросу, да, вот я вот недавно, побывав в Простове, понял, насколько же там популярны значки, там все просто в орденах и значках. У нас в Питере этого уже почти не вижу. Ходить со значками в Питере не очень, скажем так, модно. Мне кажется, есть определенное наследие еще противостояния некого, да, потому что долгое время, да, там основные, скажем так, раздаватели значков была российская ассоциация Сомерье, и как бы это больше связано было с Москвой, а Питер считал себя обособленной тусовкой, в которой когда-то существовала ассоциация, но там, да, скажем так, популярности какой-то из значков она не доросла, а поэтому некое вот это вот оппозиционное беззначковое настроение, оно как бы воспринимается как нормальное. Тут все очень тесно и не перед кем эти значки носить. Ну, я говорю там не за всех, конечно же, но по большей части того, что я видел. Вот, и такой большой как бы даже тяги не было. Когда мы свои значки сделали, ну, я помню, да, там у нас экзамен далеко не многие сдали, из этих 80 человек там у нас, по-моему, значков там 25-30. Это люди, которые сдали экзамен. Ну, как бы, да, они значки получили, носят они, я не заставляю, не говорю там, ности обязательно, да, нет, большая часть не носят при этом. Я понимаю, что, наверное, в 2020 году, ну, как бы это уже и у людей из головы начинает уходить. Но, опять же, кто является настоящим Сомерье, кто не является настоящим Сомерье, один из самых бояных вопросов. У нас даже на уровне Международной ассоциации Сомерье нет нормального ответа, кого считать, что мы долгое время всем говорили, хотя по ресторанной Сомерье, вот они Сомерье, а тут нам Международная ассоциация говорит, да нет, вроде вот сейчас все меняется, ребята в бутиках, даже частные Сомерье, давайте использовать слово Сомерье для всех, кто занимается продажами, консультациями, вот этим вот всем. Как проверить? А ты с этим согласен или нет? Я соглашусь со тем, что будет более-менее общепринято. У меня нету какой-то такой вот, я долго с этим не жил и за это не воевал, да, то есть я понимаю, что есть поколение профессионалов, которые до меня с этим боролись и пытались всем объяснить, может быть им где-то больно, но как бы если у нас, опять же вот даже на законодательном российском уровне Ковист равно Сомерье, мы замучимся всем объяснять. Я вот уже в последнее время не так ревностно отношусь к слову Сомерье, то есть кому надо, я могу даже пошутить и сказать, я не Сомерье, я никогда не был Сомерье и как бы все все понимают. Где надо... Это ты про себя говоришь? Да, я про себя в том числе говорю. То есть вот это вот разделение... А ты себя не считаешь Сомерье? Нет, я не Сомерье. Ну, я общаясь с тобой, конечно же, скажу, что я не Сомерье, потому что мы оба понимаем, что вкладывается чаще в нашей профессиональной среде в слово Сомерье. В более широком кругу, и я лишний раз на этом акцент заострять не буду, если кто-то скажет, а сейчас дегустацию проведет, Сомерье, Ростаткин, Александр, я выйду и даже не моргну. Нет с этим... И если раньше кто-то тоже мог в интернете представиться, что пишите в личку, я буду вашим частным Сомерье, а я знаю, что этот человек, ну, например, в ресторане не работает, я сейчас тоже уже к этому стал относиться спокойнее. Все размывается. Я вообще, забегая сильно вперед, верю, что лет через 30-40, в принципе, профессия ресторанной Сомерье, человек, отвечающий, работающий в зале Сомелье, она, в принципе, уйдет. Вообще ее не будет, да? А что будет? Ну, я, в принципе, понимаю, что сильно меняются у нас вообще рестораны и кухня. Если так вот посмотреть, да, традиции в ресторанах, они сильно уже развились вперед, да. То есть Сомелье, человек вот в классическом его восприятии, вот такой практически с тестываном, который выходит в сюртуке, как мы до сих пор на конкурсах делаем, это человек эпохи, когда и блюда выносили вот так вот, и когда в углу стоял рояль, и когда на ужин одевали вечерние платья. Вот Сомелье – это атрибут вот этой эпохи. Сейчас в ресторанах, даже в дорогих ресторанах, даже в мишленовских, в наших передовых ресторанах, эта культура гастрономии уже ушла. Сейчас уже другая кухня, другая подача, другой формат сервиса. И Сомелье в этом плане уже как отдельная личность, она, ну, в общем-то, необязательна, да? То есть официант, который владеет информацию равноценно по меню и по винной карте, может выполнять эти функции. Он и так часто выполняет все, что касается сервиса. Просто где-то мы будем видеть официанта более высокого уровня. Может быть, слово какое-то новое придумаем, если слово официант кого-то будет обижать, человек, осуществляющий сервис. В некоторых заведениях это вообще хозяин заведения, выходит в зал, его официантом тоже как бы не можешь назвать. Вот у меня был опыт, я поделюсь, в Финляндии, когда я там два дня тусовался в ресторане, стажировался, не стажировался, по-разному это можно назвать, пять человек работают в зале, из них вот, ты сразу не поймешь, если ты с улицы зашел. Один из них владелец, три официанта, один менеджер и один Сомелье. И все выполняют одни и те же функции. Абсолютно. Они все накрывают столы, они все встречают гостей, они все открывают бутылки, они все комментируют вино. Но формально три официанта, Сомелье, хозяин и менеджер шесть человек. То есть тебе, в принципе, такой формат больше симпатичен? Я не вижу в нем проблем, я не вижу в нем дыр. То есть я начинаю задумываться, да, ну как бы, а почему нет? У нас же тоже есть же примеры того, как рестораны прекрасно существуют, там рестораны, наверное, на Цаканово, Петербурге, которых, ну, долгое время, да, там, ну, в каждом ресторане там нет Сомелье. Там официантов учат в школах Сомелье. И некоторые официанты, да, они обладают знаниями большими, чем некоторые номинальные Сомелье в других ресторанах, которым дали там штопор, а вчера они работали в космос. Ну, типа там тоже такие примеры, мы знаем. И вся вот эта мешанина, она как бы, ну, не знаю, вот, если вдруг слово Сомелье пропадет, оно, мне кажется, никто от этого не потеряет. Я вот к чему иду. Потому что есть люди, которые хотят работать только с вином, путешествовать по миру, пить дорогие вина и жить хорошо, ну, как бы, вот эти стремления я понимаю. А нужно ли это рынку, нужно ли это гостю, я до конца не уверен. Слушай, ну, в связи с этим мы, в принципе, прекрасно понимаем, что я всем задаю один и тот же вопрос. Скажи, пожалуйста, с учетом того, что винные карты, они, ну, мы, в принципе, понимаем, что они большей частью проданы в ресторанах. Очень мало ресторанов, где самостоятельно там что-то выбирают и делают. Все в большинстве своем идет на условиях договоренности о присутствии винной карты, о присутствии позиций в розлив там и так далее. Так вот, с этим не считаешь ли ты, что, понятно, будет сложно достаточно ресторанам в послекризисное время, там, после карантина и так далее, все-таки восстанавливаться и прочее. Но не считаешь ли ты верным, раз уж винноторговые компании присутствуют в винной карте где-то 100%, где-то 50%, чтобы винноторговые компании платили зарплату с оберега, по сути же, получается, что они представили свой прайс-лист в том или ином ресторане? Это вопрос открытый. Я как во всем не вижу большой проблемы, да, если мы взглянем на это издалека, без всяких там каких-то эмоций, да, то, ну, как это бывает, да, например, ты работаешь с гипермаркетом, ты можешь поставить туда своего консультанта. Бывает же такое, ты ему платишь за то, что он консультирует. Да, конечно, наверное, он будет больше продавать твой продукт, но если ты как бы выводишь эту часть расходов там вот сюда, ну, то, в принципе, да какая как бы кому разница, если это устраивает, опять же, владельца этого самого гипермаркета. Если мы ту же самую схему перенесем в ресторан, я не вижу никакой в этом большой проблемы. Главное, чтобы человек, продающий вино, был заинтересован в продаже. Другой вопрос, да, вот я не знаю до конца, я бы ты мне эту идею подкинул, я ее так вот на ходу обмысливаю, я до конца не уверен, что этот человек будет, например, хорошо взаимодействовать с сотрудниками ресторана и будет продавать идею ресторана. У нас есть, в принципе, такая болезнь, и это касается семерей, которые даже официально устроены в ресторане, у нас есть семерей, которые продают не вино или ресторан, а которые продают тебя, которые продают свой бренд, которые в том числе очаровывают людей, которые потом делают базой своих частных клиентов, и это может существовать и на зарплату ресторатора. То есть кто платит деньги человеку, может, не так важно, как человек ощущает себя. Считает ли он частью общей концепции, считает ли он себя частью просто винной карты, или он считает, что он вообще такой вот один, а все остальное лишь инструменты для зарабатывания им денег. Вот, мне кажется, больше здесь от человека зависит. Ну, во всяком случае, если человек пришел в ресторан работать, а у него практически там 100% винная карта одной из виноторговых компаний, то это логично, что он в любом случае будет продавать. Только здесь вопрос я не говорю всех огульно, я просто знаю определенных людей, которые получают и в ресторане, и получают и в виноторговой компании. И, по сути, получается, задается вопрос, если ресторан поставил 100% винной карты, платит еще зарплату, понятно, что надо еще какую-то другую работу делать, но раз уж такая ситуация, пускай расходную часть на себя берет винноторговая компания, раз этого сомелье, ну, они, по сути дела, и продвинули в этот ресторан. Ну, если такая ситуация, да, наверное. Просто тоже можно встречный вопрос задать. Но ты, в принципе, как считаешь, это нормально могло бы быть вот в кризисной ситуации? В неторговой компании-то все равно рано или поздно вся эта ситуация откроется, лучше пораньше. Да. Я не вижу в этом каких-то проблем. Ну, то есть, я вообще много к чему отношусь спокойнее и стараюсь относиться спокойнее, особенно вот сейчас это очень нервное, напряженное время. Ты нервничаешь и напрягаешься? Очень многие нервничают и напрягаются. Все равно чувствуются люди зацикленные на одном и том же, возможно, в том числе на одном и том же пространстве находящиеся, они начинают как-то больше, наверное, переживать, нервничать. Ладно, возвращаясь к теме винных всех вот этих вот карт и взаимодействий, любая концепция имеет право на жизнь. То есть, я даже с точки зрения ассоциаций не имею права осуждать ни одну из них, то есть, ни один формат. Вообще, для меня не существует проблемы стопроцентной винной карты, если эта винная карта интересна с точки зрения наполнения. Бывают винные карты, где 20 поставщиков, но она дерьмовая. И с цемелье там тоже дебил. За то, что он просто набрал разных вин, я его уважать не начну. Ну, то есть, это одна из составляющих. Это все сильно зависит от того, как себя вообще ресторан изначально видит. Это же бизнес, да? Какой смысл был туда заложен и как он рассчитывался? Если это в итоге прибыльная какая-то тема, если она нравится гостям, если гость ходит, если ресторан развивается, получает деньги, все зарабатывают, все довольны, я не вижу проблем. Если это начинает мешать кому-то, где-то не ходит гость, ресторатор недополучает денег, тогда надо ковырять и смотреть, возможно, это будет причиной, возможно, причиной будет что-то другого. — Саша, что думаешь по поводу организовать онлайн-формат Енота? — Енотри в проекте. Этим я тоже пытаюсь. Это не так легко. Тут есть разные варианты того, как это сделать. Можно было бы сейчас взять этот мобильник и начать уже вещать, но я хочу сделать несколько иначе, и на это надо чуть побольше. — Ну, здесь комментарии. — Если речь идет о слепом Еноте как отдельном проекте, это вообще другое. Я не представляю, как слепую дегустацию делать онлайн. Если про Енотри, то... — Так, приветствую вас, господа. Артур, как обычно, интересный эфир, наболевшие демы, замечательные гости. Спасибо, Карина. Никому не нужны значки в Питере, все друг друга знают в глаза. Ну, хорошо. — Ну, вот примерно то же самое я сказал. — Как ты относишься к идее онлайн-курса, которую вчера озвучил Алексей? Ну, ты уже, по-моему, ответил. — Это вопрос по-моему. Да, если речь шла об онлайн-курсе, я не знаю, что Алексей там рассказывал. Сейчас вообще образование, оно... Ну, все понимают, что все изменится настолько, что никогда уже не вернется назад. Поэтому... — Жизнь не будет прежней. — Лишний пинок нас всех к тому, чтобы попробовать пальцами, вот, глазами. Вот, видишь, Артур Георгиевич, мы с тобой общаемся теперь, вот. Когда бы мы еще так с тобой собрались? Вот. И все люди, которые преодолели уже внутри вот этот вот барьер и попробовали все эти платформы и все прочее, они, естественно, и все люди из образования будут думать о том, как... У нас сейчас вся страна, в школах что случилось, после вот этой ситуации все абсолютно будут думать, реализовывать, и как бы на всякий случай, но на самом деле, я уверен, опять же, через 10-20-30 лет образование для большинства специальностей абсолютно не нужно очное. Вот абсолютно. Это так же, как книги. Оно просуществует еще какое-то время, потому что есть люди, которые на этом учились, привыкли, но оно обязательно уйдет, потому что это, ну, я не знаю, это колесница, это карета, это вещи, которыми никакого смысла пользоваться сейчас уже. Колин Утебеков, приветствую тебя. У меня друг тоже с Эмелье, три класса образования. Я очень рад, что он с Эмелье и три класса образования. Здравствуйте. Я был уверен, что от Коли нормального вопроса не будет. Да, он сейчас возьмет, как разойдется, и начнет закидывать вопросы. Здравствуйте. Всегда было интересно, как готовят своих подопечных члены жюри. Вы, Роман Сосновский, члены жюри разве не знают, что будет на тесте? Вопрос один из самых острых. Во-первых, не только члены жюри. Сейчас уже, можно сказать, все люди, которые хоть как-то заинтересованы конкурсами, знают, что будет на конкурсе. Вот знают в очень общем смысле. Я не говорю про конкретно знают, какой будет именно вопрос, а знают абсолютно, какие бывают типы вопросов, типы заданий. Все уже 800 раз видели различные бланки. У нас уже в нашу страну понаиздило уже кучу пертов. У нас созданы лагеря, у нас выложены на YouTube видео о том, как готовиться к конкурсу с Эмилье. У нас информация недоступна только человеку, который ленивый или который не успел разобраться в этом вопросе. Что касается конкретных тестов, всегда, везде, в любом конкурсе есть человек, который один, два, три, четыре, смотря как организовано, который знает конкретные тесты. Задача, как мне кажется, снизить количество этих людей до минимума. То, как я вижу, конкурс в Эмилье, это один человек берет на себя ответственность, и он как бы все знает. В случае с подготовкой, как реализуем, например, мы в Петербургской ассоциации Эмилье, с декабря месяца все тесты, все теоретические задания ребята пишут сами друг другу. То есть общий формат тестов известен всем, и для того, чтобы не вовлекать меня в создание вопросов, они тесты придумывают сами. Я их только проверяю. То есть сегодня ты пишешь, завтра ты пишешь, послезавтра ты пишешь, по этой системе мы занимаемся с декабря месяца, поэтому один из способов, если мы пытаемся минимизировать мое влияние. В остальных заданиях слепая дегустация или что-то еще, но ты в любом случае тренируешь людей, ты наливаешь им вино, они пробуют, описывают, указываешь им на ошибки. Тебе, как президенту Петербургской ассоциации Эмилье, ты чувствуешь конкуренцию со стороны коллег, условно говоря, во всяком случае, Московская ассоциация Эмилье, конкуренция какая-то между вами существует? Вы вообще общаетесь нормально? Конкуренция между ассоциациями, между людьми? Между ассоциациями, ну и, соответственно, городами. Ну, я имею в виду. Как обычно, на конкурсах Эмилье, там часто Питер выходит, борьба некая такая происходит. Я поделюсь своим ощущением. У всех людей в ассоциации, там, и в питерской, и в московской, наверное, ощущения свои. Я, когда вот только-только начинал в конкурсах участвовать, ситуация была, ну, такая. То есть не было сильного противоборства Питера и Москвы. Потому что в тот момент, несмотря даже на чемпионство некоторых людей, было полное ощущение того, что Питер как бы сильнее, что в Питере есть вообще команда, а в Москве есть какие-то люди отдельно взятые, которые, возможно, своим каким-то путем там могут прийти. Поэтому некого противостояния Москва-Питер мы не ощущали. Мы чувствовали, что, возможно, мы просто боремся с каким-то, не то чтобы вселенским злом, с какой-то такой вот глобальной тягой того, что нас не любят в Москве. Потому что это как-то там на конкурсах время от времени подчеркивалось, потому что Питер своей активностью и вообще в каких-то, может быть, там умах, надоедливостью кого-то там раздражал. Поэтому мы так немножечко, скажем так, с азартом некоторых заносило. Мы так воспринимали это как некий дополнительный вызов. И каждый раз, когда кто-то побеждал из Питера, у каждого было ощущение, что мы не просто выиграли, мы выиграли в той борьбе, в которой нас мало кто поддерживал. Это нас как бы закаляло, спокойно спали, и все как бы было хорошо. Потом ситуация начала меняться. Начала выравниваться, когда появилось две ассоциации, которые поначалу взаимодействовали, которые обменивались мнениями и опытом, но потом, опять же, я делюсь своим собственным мнением, пошла какая-то снова волна разговоров с Москва-Санкт-Петербург, которую я никогда не поддерживал. Какое-то постоянное сравнение, потому что я не знаю, почему. У всех это на виду, людям нравится так думать. Я небольшой поклонник, я не знаю, футбола, спорта и всего прочего. Я никогда не понимаю, откуда это как бы все берется. Я вообще родом не из Санкт-Петербурга, и у меня какой-то вот там плача по городе на Неве, и всего вот этого никогда не было. Конкурс Эмиле, это, если мы к нему возвращаемся, вообще индивидуальное состязание. Там один победитель, там не Москва или Питер побеждает, там побеждает один конкретный человек. Люди везде есть разные. Я к ним тоже никак и с точки зрения президентства не имею права относиться. То есть это любой чемпион тот, кто честно победил в конкурсе. Для меня самая большая задача сделать так, чтобы всем было очень сложно на конкурсе, и чтобы победил тот, который через все эти сложности пройдет лучше всего. То, что взаимодействия сейчас абсолютно никакого нет, я бы, да, связал с тем, что возник эмоциональный момент противостояния между ассоциациями, и то, что нет необходимости взаимодействия. Ну, как бы по большей части вопросов. Сами стали с усами. Понятно. У меня тоже еще есть несколько вопросов по поводу конкурса, пока зачитываю. Саша огромный молодец, спасибо, не раз помогал с развитием культуры в Казахстане. Так, еще помог бы в Уфе, говорит Валерий Кожедуб. Виноторговая компания может дать... А чем, Валерий, напишите. Чем вам еще помочь? Понимаете, вот я эту историю рассказывал уже тысячу раз, а нам никто не помогал, когда мы начинали, и это не обозначает, что мы ничего не достигнем. Главное желание и найти соратников. Надо заразить несколько человек идеей и заниматься этим серьезно так, как если бы вы занимались серьезно профессиональным спортом. Заниматься этим несколько раз в неделю и стремиться достичь какого-то результата, а не воспринимать это как дополнительную деятельность после работы, на которую у вас то есть силы, то нет. Тут вам не помогли, тут вам бутылки не прислали. Нет, сейчас в эпоху интернета, и особенно вот сейчас вот все уже, говорю, известно, всем все сказали, вот задавайте вопрос, если что-то непонятно, мы ответим. Осталось только потратить свое собственное время. Я, если приеду в Уфу, я вам время вашего и мотивации уже не привезу. Я этим и в Питере тоже уже не занимаюсь. Пинать человека, да, вот как там, давай, готовься, давай, ну готовься там. Вот этим, ну как бы тоже уже нет сил заниматься, поэтому есть некая, некий способ подготовки, есть определенные типы заданий, дальше берешь и развиваешь. Все, все зависит от тебя и от того, что тебе нужно. Верьянов Александр пишет, мне официально платила виноторговая компания, директор сняла с себя этот груз. Ну, я очень рад, что такое есть, и в принципе дай бог, чтобы многим бы это, многих бы это устраивало. Александр, назовите несколько заведений, которых, как вы считаете, сильная винная карта. Ну, до кризиса, во всяком случае, была. Это очень сложный вопрос. Я к винным картам отношусь, ну не то, чтобы как бы очень трепетно, я ко всему отношусь критически, чаще всего рассматриваю с точки зрения каких-то претензий и вопросов. Я винную карту не могу, опять же, отделить от концепции заведения, от человека, который с ней подходит, поэтому тут надо смотреть, наверное, целиком. Образцовой винной карты на момент не 2019, не 2020 года я для себя так и не нашел. Честно признаюсь, честно, у меня не было возможности ознакомиться с большим количеством. Я там, да, смотрел на винные карты ведущих заведений, пытался там какое-то мнение по ним составить, свои какие-то тоже выводы делал, но смотрите, какая штука. Очень уворачиваюсь я от ответа. Я всегда даю плохо такие конкретные ответы. Мы не можем, опять же, оценить, хорошие винные карты или нет, не понимая, насколько она, например, прибыльна, не видя оборот по винной карте. По этой причине я не очень до конца понимаю конкурсов винных карт, потому что они почти все построены по принципу широкий выбор и низкая наценка равно хорошо. С точки зрения потребителя, гостя, да, с точки зрения бизнеса вообще не очевидно. То есть непонятно, оправдано это в этом месте, неоправдано, приносит это доход или нет. Я не могу сказать, что Сомелье проделал хорошую работу, если он закупил у большого количества поставщиков много разных вин и сделал на них низкую наценку. Вот я не могу этого Сомелье похлопать по плечу, сказать, ну ты крут. Такую винную карту сделать легче намного, чем сделать винную карту на 20 позиций, на 30 позиций, где каждая позиция будет работать и приносить прибыль. И вот я бы, наверное, даже смотрел в сторону неочевидных таких вот в этом плане лидеров, в плане винной карты, да, где она никого не поразит. Я там сейчас, может быть, найду такую карту, но если я кому-то ее скажу, выложу, без дополнительных комментариев, кто-то подумает, да, ну, Рассадкин просто не понимает. Ничего, как это вообще винная карта может существовать, без того, я не знаю, Журы, Бургундии, Гран-Крю и всего прочего. То есть я в этом плане, я написал трактат о создании винной карты, он лежит у меня в столе, я не могу придумать формат, по которому я это выложу. Это связано вообще с моим видением мира, вина и то, что я пытаюсь внутрь внедрять в последние годы. И этот, ну, такой более комплексный подход к винной карте и взгляд такой вот неоднобокий, он не позволяет мне сейчас взять и посоветовать вам. Если вам нравится большой там выбор, ну, идите там, я не знаю, в ресторан, где там до сих пор толстые винные карты, где много дорогих вин, там у нас Верла Годельчини, пожалуйста, идите там какой-нибудь, опять же, Твинсгарден там в Москве. Это большие красивые карты. Скажи, а ты как считаешь, большие винные карты вообще нужны, особенно вот с теми событиями, которые происходят постоянно в нашей стране, во всяком случае? Нужны ли большие винные карты? Или ты как бы сказал там, 30 позиций – это наиболее оптимальная история? Это надо спросить ресторатора. Вот с какой концепцией? Я за то, чтобы было разное. Я очень хочу, чтобы у нас были разные рестораны, чтобы был ресторан для классического такого гостя, которому вот она нужна. Ему нравится листать, он до сих пор помнит вот эти ощущения. Пожалуйста, пусть такие рестораны будут. Я вот за разделение. Нужно ли пихать в каждый ресторан большую винную карту? Нет, конечно же. Я вот как раз-таки выступаю за то, что не надо вообще пугать людей наличием выбора, особенно псевдовыбором. Я вот в последнее время там быстро делю винные карты на свои какие-то блоки и понимаю, что огромное количество друг друга съедающих позиций, абсолютно одинаковых. То есть, и это, знаете, принцип, когда Сомелье ставит все, что ему понравилось, и он вообще не анализирует. То есть слишком творческий подход к составлению винной карты, он делает винную карту часто раздутой и без всякого вообще смысла. Саша, ты оказываешь услугу составления винных карт для ресторанов в Питере? Я хороший вопрос Питера. Я оказывал консультации. Я не составлял винную карту от корки до корки в Питере. Я составлял одну винную карту в региональном проекте, но проект так и не открылся. Поэтому я бы сказал, что это вам. Вот у нас есть замечательная, всеми нами любимая Влада Лесниченко, которая очень профессионально подходит, ну, как бы со своей стороны она делает довольно интересные, забавные винные карты. Так вот вопрос к тебе. Ну, ты же, по сути, тебе это нравится? Ты, в принципе, это знаешь, как это делать? Или тебе это не нравится? Нет, я, во-первых, да, вот, заканчивая предыдущую тему, сказал бы, что я, не знаю, может, что-то в моей жизни изменится, на данный момент решу, что я не буду больше это делать. Ну, то есть я получил этот опыт практически, мне надо было посидеть с прайсами, посоставлять, и самое главное, применить мою вот эту вот сдвинувшуюся идеологию на практике, увидеть, как она встанет в виде готовой карты, насладиться этой картой. Я до сих пор ее люблю. Она у меня лежит, и она прекрасна. Ее никто, надеюсь, никогда не увидит. Вот. Но к самой концепции составления винных карт для ресторанов я отношусь настороженно. Потому что, я не знаю, опять же, это вопрос почти религиозный. Я где-то в глубине души верю, что намного лучше, когда карту составляет человек, который внутри работы. Если мы говорим вообще про составление винной карты в ресторан, где будет работать сомелье, это вообще очень обидно. Это обидно и нерезультативно. Я много раз сталкивался с ситуациями, когда у нас сделана винная карта, и нам ее надо переделать уже через три месяца. И это постоянная практика. Это то, что я слышу. Мы над этим смеемся уже в профсреде, но очень многие рестораторы продолжают это делать. Есть ли примеры того, что кто-то делает винную карту, оказывает потом должную консультацию, то есть следит, анализирует, ведет винную карту, винная карта все-таки живой организм. И особенно для нового заведения, не изучив спрос, не посмотрев, как это будет работать, создать на века один продукт, это просто нереально. Я считаю, что это, ну я не знаю, это не самое понятное мне направление взаимодействия. Я за то, чтобы взрастить человека или взять человека в штат, который изнутри всю вот эту тему сделает, либо человек как консультант выступает со стороны, но работает с одним ответственным человеком все равно внутри связки, который потом будет обучаться. То есть ты считаешь, винная карта, она должна быть живой или ее напечатали там на полгода? Зависит от заведения, опять же. То есть у нас есть разные форматы. Есть форматы... Но если есть сомелье, если есть сомелье в ресторане... Если есть сомелье, да, я считаю, что карта должна быть живой. Или, например, карты может быть две. Одна там неживая часть, как некоторые делают. Вот, пожалуйста, для всех, кто зашел. А вот, если возникают вопросы про вино, на самом-то деле у нас еще вот тут вот есть. Разные способы. Я вообще, особенно с учетом развития идеи всяких винных баров, за, может быть, действительно, небольшие, но постоянно обновляемые карты. Смотря какие стоят задачи. Если в ресторане в основном едят еду, а вино там какое-нибудь есть, и как бы нормально есть, из чего выбрать, то можно хоть год ее не менять. Если цены не меняются, года там, если за этим всем там как бы не надо следить, то вообще не вижу в этом никаких проблем. Ну, то есть, если акцента нет, если есть акцент, и правильно ты сказал, если есть сомелья, по идее, это должно совпадать, то некие ротации, да, должны быть. У нас не такой устойчивый рынок, особенно импортеров, и цены, и остатки, чтобы мы имели стабильную ситуацию. Мне сложно поверить, что это вообще можно как-то осуществить, как-то не ротируем. Ну, это очень сложно. Потариться на три года вперед, если только, но вино-то у нас тоже имеют определенные свойства. Если смысл, да. Дмитрий Качан говорит, порекомендуйте наставников в Украине. Есть у тебя люди, которых ты можешь порекомендовать? Я бы сказал так, да, у меня последние знакомства, я помню, ребята, когда еще на Балтийский кубок приезжали, ну, мы не то, чтобы сильно поддерживаем связь, они как бы там остались. Насколько ребята сейчас вовлечены в тему конкурсов, я проанализировать не могу. Вот. Как сейчас обстоят дела с конкурсами в Украине, мне тоже сложно понять, потому что, несмотря на участие международное, да, вот там тот же самый Бенчарук, Дима, он несколько лет участвовал в Украине, но он в Лондоне, он не взаимодействует. С Украиной он не может поделиться, рассказать, мне кажется, не может. Хотя у него есть опыт, он больше представляет. Я, к сожалению, не помню имя девушки, которая выступала на последнем конкурсе. Я к чему? Да, вот лучшие наставники – это те люди, которые чуть дальше прошли и больше понимают, как на самом деле так. Если мы говорим про наставничество, то я всегда вижу целью международный результат. Выиграть как внутри страны, надо сначала понять, как у вас конкурс там проходит. Я не знаю, может, лучшим наставником будет человек, который задания там пишет. Вот, наверное, так. Лучший наставник, он лучше всех понимает. В глобальном же смысле тот, кто имеет международный конкурс. Женя Сырбу пишет, Александр, снимите ролик по сервису в рамках конкурса о мини-секретах Полониуса и так далее. Можно запарить. Технически это реально. По поводу секретов Полониуса, я, может быть, прощаюсь в очень узких кругах, но так как 4 года или сколько уже прошло с момента, когда Полониус приехал и провел за 4 дня, он нам тогда уже рассказал все. И каждый человек, который там был, Влад Маркин, Ром Сосновский, Наумкин, в конце концов, кто еще там был, все, по идее, должны были бы запомнить, что там секретов-то. Делай быстро, работай по разным сценариям, оттачивай руки и не подкачай с харизмой. Там ничего нового не придумаешь. Дело не в том, что есть какой-то секретный трюк, которому вот знают только 5 человек, поэтому у них все получается. Секретный трюк заключается в том, что эти 5 человек несколько лет тренируются постоянно. Вот он секретный трюк. Трюк в том, что чем вот у меня, когда все изменилось, я-то Полониуса увидел еще чуть раньше, потому что я увидел, это спорт. И люди к этому относятся серьезно, а не вот по-раздолбайски, как у нас к этому относились. И люди тренируют, вот прям как вот на бокс, на теннис, на бег, на плавание, сколько времени вы уделяете там, я не знаю, тренажерному залу, а потом сколько вы времени подготовить к конкурсу в периоде. Сопоставьте в часах, и вот весь секрет он будет там. Ответы на мелкие вопросы, они придут. Как открыть капсулу или как сократить путь геометрически от стола до миссан-пляса? Какие секреты? Если не будет этого образования, а только самостоятельная подготовка, то получается, что этот сегмент образовательный может уйти с рынка. Получается, что дипломированных сотрудников не будет. Это не совсем так. Заочное обучение у нас. Мы можем выдавать дипломы заочные, как образовательная организация, в этом нет никаких проблем. Самый главный минус, о чем все сразу говорят, это как вы будете дегустировать вино. В этом плане, да, самое наше больное место у винников, ну вообще в этой сфере, мы не можем давать таким образом дегустации. Это сложно. Там есть несколько способов, но это намного сложнее, чем собрать людей и разлить на них одну бутылку. Да. Ну как бы это один из минусов будет образования, однако плюсов там будет, как мне кажется, больше. Меньше бухать будут. Так... Да нет. Не нужно дать. Саш, как ты думаешь, при том количестве студентов, которые выпускают Энотрия и той тенденции в ресторанном бизнесе, в каком направлении должны двигаться винные школы? Вопрос. Винные школы... Первая половина вопроса касается Энотрии, а вторая касается винных школ вообще. Винные школы... Здесь же он пишет, извини, пожалуйста, здесь же он пишет, ведь теоретически они будут обучать за достаточно большие деньги людей. Ты меня слышишь? Ты немножечко сейчас зависать, Павел. Давай, повтори, пожалуйста. Так, он же продолжает вопрос, который был, ведь теоретически они будут обучать за достаточно большие деньги людей, которые в перспективе не будут востребованы в будущем. А как это связано с изменением системы? Также можно сказать, что и в прошлом они за достаточно большие деньги обучали... А, к тому, что профессии сумерения будет вот к этому вопросу. Ну, я же не сказал, что винные знания не нужны будут. Я сказал, что как человек, работающий в зале отдельно взятый, почему не обучать официантов? Раз, закупками заниматься все равно должен один человек в ресторанах, два. У нас существуют, опять же, консультации в виде там работы с частными клиентами прямая. У нас, возможно, интернет-магазины, консультации. То есть, тут все равно винной некой занятости будет достаточно много. И не стоит забывать о том, что даже сейчас количество выпускников всех винных школ в России сильно покрывает необходимость в специалистах в нашей стране. Очень сильно покрывает. Ну, то есть, с большим... Я вот читаю комментарии Барсукова ТВ, и в любом случае специалистов сейчас будет больше на рынке, чем рабочих мест. Ой, вот прям сейчас это суперактуально. Сейчас, опять же, мне в какой-то момент подумалось, такой азарт возник. Ага, может быть, действительно, те, кто занимал свои места не совсем, скажем так, оправданно, вылетят. Но тут какая штука. Мы же имеем дело с человеческим фактором, и ресторатор, и мы по-разному видим, кто хороший сотрудник, а кто плохой сотрудник. И то, что мы можем сказать, вот это был плохой сомелье, абсолютно не очевидно, что для ресторатора является он является плохим сомельем. Поэтому вообще не факт. Да, будет сложнее устроиться на работу, и помимо всего прочего, мне кажется, что хорошие специалисты тоже задумаются, в какой ресторан пойти с точки зрения его надежности. Ну вот сейчас, да, что случилось, где какие были зарплаты, кто как себя повел. это было опасно изначально. У нас ресторанный рынок очень-очень черный в этом плане, ну поэтому ему очень-очень больно сейчас с сотрудником. Я не осуждаю там людей, ничего не говорю. В следующий раз надо было, наверное, задуматься, и работодателю придется, наверное, тоже предложить какой-то есть, чтобы привлечь к себе специалистов. Плавно переходя там обучение и винные карты и так далее к российскому виноделию, твое личное отношение, потому что я дальше буду тебе потом еще другие вопросы задать. Ага. Давай. А мое отношение к российскому винодели, оно существует, оно развивается, и мы за ним следим. Ну как бы, это очень общее. Если хочешь какой-то конкретный вопрос задать, а ты задашь, я отвечу. Да, я, конечно, задам. Так вот, проходит ли обучение по российским винам в школе у тебя, там, в школе, где ты преподаешь? Вот. Сколько этому времени уделяется? Долгое время, Артур, ты что-то стал немножечко, да, звук, картинка притормаживает. Исторически у нас как была одна лекция, так и осталась. Долгое время, я говорил, что единственная лекция, которую я не читаю в Питерской Нотере, это тема «Вина России», но нет, я уже ее три, по-моему, раза провел. Вот. Однако, как бы, обычно у нас читает другой преподаватель. Надя у нас красиво читает. Добрый вечер, преподаватели винных школ часто скептически относятся к роз-винам и вкладывают в голову студентам. Ну, свой скептицизм. А потом мы удивляемся скексису с эмилии к российским винам. Так, это комментарий. Да, я понял. Я не могу не согласиться, но я бы сказал, что не только преподаватели винных школ, а профсреда в целом у нас имеет свойство скептически относиться к роз-винам, а при этом у нас и не профсреда имеет свойство скептически относиться к роз-винам. Мы, в принципе, живем в стране, где скептически относиться по поводу чего-то это вообще нормально. У нас есть большая любовь хейтить русское. Я вот одной своей ногой иногда в мир музыки погружаюсь, этим больше занимается мой брат, там это вот очень четко видно, если группа русская, то русские ее не любят. А если даже у меня брат проводил эксперимент, он там один из проектов реализовывал как иностранную группу, абсолютно одни положительные отзывы. Это особенность человека российского, а не особенность отдельно взятой категории преподавателей в школах. И я добавлю, что не все преподаватели такие. И с другой стороны, здоровый скепсис, я считаю, в принципе, можно сохранять и по отношению и к винам Германии, и России, и к любой категории. Нет абсолютно хорошей, абсолютно плохой категории. Есть представители и хороших, и плохих российских вин. Хороших становится больше плохих также. Вопрос с точки зрения потребления, нужен ли сейчас сухой закон на время локдауна? И второй же вопрос за время на период короны ввели продажу алкоголя с 14 до 18. Как по-вашему будет ли смысл? Потом тут же комментарий, так называемая чистка рынка это полезно для развития на сильный выход из зоны комфорта. Ну, я вообще категорически против каких-то мер по поводу сухого закона и так далее. Саш, твое мнение? Да, я тоже поддержу. Я думаю, что запреты это, ну, мы все-таки уже в цивилизованное общество пытаемся превратиться. Запреты это, мне кажется, такой способ немного устаревший. Так, что такое образцовая винная карта? По-моему, ты уже ответил. Привет из Киева, что можете сказать об ассоциации Сомелье в Украине? О чем мы можем сказать? Лично я знаю, что там были перемены, смена президента, вот, поменялось все. К сожалению, мы не очень как таковой сотрудничаем с Украиной, я считаю, что вообще винная тема, она к политической теме не имеет никакого отношения, и виной есть виной, виной есть свой язык, у него есть своя жизнь, вот, и поэтому, говорится, лучше делать вино, чем воевать, а вот то, что происходит, я бы очень был бы рад видеть и президента Украины, ассоциации Сомелье Украины, чтобы они приезжали бы к нам почаще на наши мероприятия, ну, для меня, конечно, ход въезд в Украину закрыт, но я бы тоже с удовольствием был, если была бы такая возможность, посещал бы. Я бы тут от себя бы сказал, что, опять же, в последнее время сам себя пытаюсь настраивать на эти мысли, что надо поменьше думать о каких-то там конкретных людях, в том числе ассоциациях, мы все-таки в большей степени работаем с вином и концентрировать внимание на самом продукте. Сам вопрос поставлен таким образом, что человек, он либо что-то хочет хорошее услышать про нового президента, либо что-то плохое, то есть, либо подтвердить свое какое-то мнение, либо поспорить в итоге. Я вот не хотел бы вообще не давать никаких оценок, любой ассоциации надо помогать, и самое главное, помните, ассоциация, это не президент и не руководство, ассоциация, это члены ее, ассоциация, это люди, которые там дальше стоят. Если в Украине получается людям, да, как-то, не знаю, там, собираться, добиваться чего-то, вот, эгиды, ассоциации, если есть ассоциация, я просто не знаю, не могу оценить, мы видим человека, мы знаем, что проходит конкурс, все ли его поддерживают, если вы находитесь в Украине, вам как бы виднее. Если там есть какое-то сообщество людей, то как бы надо оценивать ассоциацию по людям и по всему тому, что там происходит, а если совмещать формат кафе, ресторана и небольшого будика на 300 позиций, возможность их совмещать на одной площадке. Ну, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Это прекрасная идея, которая запрещена законодательством Санкт-Петербурга. Почему? А у нас запретили на одном пространстве иметь две лицензии, потому что этим пользуются всякие разливайки водки типа Русал и ночью продают местным алкашам водяру на вынос. Ну, чтобы... А в Москве есть две лицензии, главное, чтобы соответствовало требованиям. Мы знаем, мы знаем. У нас тоже было. У нас был прекрасный бутик на фонтанке Simple Wine, который закрылся в том числе по причине того, что мы не могли дальше из-за законодательства совмещать. Это очень крутая тема, и это выгодно всем. Ну, как бы, если говорить про продвижение вина... Так, Александр, ты известный в винном мире человек, и тебя наверняка привлекали для консультирования частные погреба. Вопрос. Самая впечатляющая, впечатлительная коллекция, которую ты увидел, была где и на какую сумму? Очень быстро отвечу. Не имею такого опыта, вот абсолютно ноль. Ни одной винной коллекции... Ну, я видел, но это не впечатляющую парочку собраний. Нет, я не был в лучших погребах Санкт-Петербурга и Москвы ни разу. Я вошел в мир винатскую эпоху, когда сомерие предыдущего поколения уже разобрали всех тех клиентов, которые этим всем делом увлекались. Так, Артур Георгиевич, привет, спасибо за эфиры, классные часы, жизнеутверждающие. Саша, Артур Георгиевич, привет, Лукинчук пишет, Саша, что ты думаешь по поводу массового безумия в Питере по поводу натуральных вин и натуральных сомелье? Короче, твое мнение. Да-да-да, есть ощущение, что там есть две параллельных реальности. Одна такая определенная тусовка сомелье, наиболее активная, наиболее яркая в Инстаграме, которая все это дело активно обсуждает, хотя, как мне кажется, за последние полгода Готик уже устала это обсуждать. Вот, ну, потому что невозможно ну, тем, тему мусолить уже два года, люди просто физически это обсуждают. Вот, а есть остальной мир, а есть реальные цифры продаж и в Семере, которые думают, что вообще происходит, мы вообще первый раз слышим про это. И самое интересное, у меня тоже есть знакомый, который работает в бутиках, и они говорят, что у них этого, ну, просто ноль, что вот даже те же самые гости, которые ходят вот в те рестораны, в которых продвигаются, в том числе натуральный мир, они приходят, они хватают свое любимое Бордо, Испанию, Пьемон, там, все что угодно, и даже не хотят говорить, не приходят с запросом, ой, вы знаете, я вчера попробовал натуральный мир. То есть у нас есть разрыв между профпубликой и ее небольшой частью, можно называть ее прогрессивной, можно называть ее там, какой-то молодым поколением, как угодно, и между оставшейся частью и, самое главное, потребителем и гостем. Самое главное, как мне кажется, всех эта тема уже немножечко утомила, и вот то, что не, ну, это ты говоришь в общем, я хочу узнать твое личное мнение. Как я отношусь к натуральным винам или к людям, которые ими увлекаются? Нет, к натуральным, к винам, к продукту. Мне не очень нравится протестность преподнесения, да, то есть я не люблю вот это противопоставление такой самый, как мне кажется, подлый такой ход себя спозиционировать, это кого-то другого обвинить. Типа, я хороший, потому что вот он говно. И, в принципе, подход натуральных вин, он очень вот напоминает это. Ну, как бы, они как рассказывают, мир вина ужасен, он вот такой вот весь плохой, а мы вот хороши, потому что мы не такие. Ну, как бы, вот в этом смысл. Мне не очень нравится само позиционировать. Если говорить про жидкость в бутылках, она, как и конвенционное вино, она бывает разной по качеству, но стабильность, естественно, в натуральных винах хромает намного сильнее. Я считаю, что само их появление, это обязательно надо воспринимать как позитивный шаг, это встряхнуло всех, это позволило вытащить на поверхность много интересных вещей, которых мы не замечали. Это заставило подумать виноделов о том, как они делают вино, как можно по-другому делать вино. Это самое главное развлекло рынок, потому что надо время от времени что-то новое приносить, невозможно топтаться на одном месте. Это естественный процесс. Я пытаюсь быть таким человеком, который смотрит на все издалека. То есть народ уже пережил там эпоху появления вин типа Пиногриджа, пережил задубленную Испанию, переживет натуральный вина. Все это неплохо, нехорошо, это некие вехи, в которых мы, профессионалы, должны выбирать что-то стоящее, про это рассказывать, доносить, и, что самое главное, в чем я здесь не соглашаюсь с некоторыми коллегами, уметь отфильтровывать и останавливать и говорить нет некоторым проявлениям. Я считаю, что большая проблема, уже переходя к профессионалам, что они не являются тем фильтром, который предотвращает гостя потребителя, защищает от всего, что хочет продать винодел. Когда вот виноделы особо настойчиво начинают всякое дерьмо вталкивать, кто-то должен их остановить. Нельзя вот просто все пропускать на рынок. И вот здесь вот некоторые очень плохо работают, и они с еще большим упоением вот это дерьмо дальше продвигают по каналу. И вот здесь, конечно, у меня есть претензии к этим людям. Я считаю, что они непрофессиональны. Если человек не способен... Говори, говори. Если человек не способен понять, что вот это вино сделано плохо, что оно плохо сделано, что винодел плохой, то, наверное, он профессионалом не считается. Ну вот, это вот как там... Уметь определять дефект пробки. Должен сомелье? Я считаю, должен. Также есть еще несколько дефектов, на которые семья тоже должен правильно реагировать. Так как реагировать, если человек говорит о том, что он попробовал вино, в котором ярко выражены свекольные тона, там, больше, там, непонятно вообще все, что можно было туда засунуть. И люди говорят с восхищением. Это у них такой вкус или же это какое-то, ну, искажение обычного шаблонного вкуса? Смотри, никакого шаблонного вкуса тоже не существует, потому что ко всему мы приучаемся с годами. Если взять человека как животный, живой организм, который в детстве рождается, ему много чего тоже не нравится, да, там, вспомни, там, не знаю, оливки какие-нибудь, там, я не знаю, селедку. Дети не любят все эти вещи, они странно пахнут. И очень многие вещи, они, ну, как бы, потом начинают быть устрицей, любимыми, потому что так принято. Ну, то есть это наше свойство уже мозга любить вещи, которые неочевидны, которые организму, возможно, не нужны. Это абсолютно, я считаю, уникальное свойство человека, которое позволяет ему получать наслаждение эстетическое, да, и является аромат свеклы плохим или хорошим, определяет профсообщество. В какой-то момент времени я вот входил в мир вина, мне сказали, что аромат там навоза и жопы коня, это на самом деле анималистика, которая считается, что это круто. Окей, пахнет лыжной мазью виски, это тоже круто, потому что, ну, как бы, это необычно. Окей, я принимаю правила игры, как бы это нормально. И сейчас вот как раз-таки тоже происходит такой вот процесс, когда у нас появляются некоторые свойства вин, которые преподносятся как некую особенность, фишка. Я абсолютно не против, если это действительно кому-то там в итоге может понравиться, но мне очень важно чувствовать и понимать, особенно когда речь идет о премиальных винах, которые стоят немало денег, мне хочется верить, что винодел так и хотел сделать, а не у него случайно получилось, или у него получилось плохо. Вот это вот психологическое для меня важная штука. Я понимаю, что большинство людей не знают, какова разница, но я вот здесь вот пытаюсь как бы разобраться и от прочих сомелье тоже жду того, чтобы они умели как-то различать, это экспрессионизм или это кто-то пернул на холст просто краской. Ну, то есть вот мы должны научиться отличать эти вещи как-то. Ну, так вот классовская тема. Тут в прошлом эфире люди интересовались, кто улучшит сомелье снобизму, спрашивает Гертруда. Специальные лекции читаете? В мире вина очень много снобов, но построено потребление вина на снобизме, это, мне кажется, передается естественным путем. Ну, если бы не было снобизма в вине, не было бы столько денег в вине, не было бы такого дорогого вина, не было бы школ сомелье вообще. Ну, как бы у нас же нету школ, которые там, я не знаю, занимаются клюквенными морсами. Клюквенный морс не может стоить, у нас пиво даже до сих пор не может стоить там 100 евро, чтобы это все считали нормальным. Это индустрия, выросшая на истории, традициях и снобизме, безусловно. Поэтому, ну, зря ругать здесь снобизм в вине, если это одна из нас. Вопрос, какие изменения ждут профессию сомелье в Европе? Будут ли, в общем, там изменения и насколько наши миры разные? Ну, вот, начали мы говорить про сомелье, про формат, я даже там заикнулся про Финляндию и все прочее. Ну, мне кажется, что сейчас уже миры стали ближе и процессы, они происходят везде. Одни и те же, даже с меньшей задержкой, то есть, Москва, Санкт-Петербург и Европа, ну, как бы, немножечко опаздываем, но, в принципе, много чего пытаемся перенимать, где нам еще вдохновляться, мы люди европейской культуры. Вот, и там эти изменения, а мне кажется, они естественны. Сейчас другое поколение людей, оно везде плюс-минус с этими и теми же ценностями растет. А эти же самые люди пойдут в рестораны и им везде плюс-минус нужна будет одинаковая картина и в том числе сервиса. Сервис уходит в диджитал, вот эта вот тема, что так раньше было, что есть один человек, который жутко разбирается, а есть вот гость, который ему полностью доверяет. Вот это вот постепенно уходит и вот этот разрыв между гостем и сомелье, он сокращается, сокращается, сокращается и рано или поздно я говорил, я не знаю, сколько лет, 10, 20, 30, в разных местах по-разному, но мы обязательно увидим, то, что будет размытие понятия сомелье, профессии сомелье. Твое отношение к приложению ВИВИНа, ты считаешь, это помощник для гостей, для сомелье, либо в определенной степени он мешает правильному восприятию, правильным оценкам тех вин, которые там есть, и насколько мешает работе ресторана с точки зрения цены, потому что цена указывается там, по которой можно это вино приобрести, а в винной карте мы понимаем, что это 200, 300, 400 процентов наценка. Ну да, это как продолжение предыдущего вопроса, ВИВИНа, это неплохо и нехорошо, это естественное развитие событий, то есть не было бы ВИВИНа, появился бы другой способ, потому что на это был запрос. Люди хотели видеть, хотели иметь в руках способ, как понять, дорого или нет, хорошо, ну или нет, и проблема здесь заключается не в ВИВИНа, я бы сейчас мог бы подыграть и сказать, да, задолбал этот ВИВИНа уже, да, чтобы он сгнил вообще, конечно, штука там для фотографирования удобная, но вино по нему выбирать нельзя, я это тоже говорил когда-то, но проблема не в ВИВИНа, проблема, это даже не проблема, это так просто есть, в том, что большая часть людей не имеют собственного мнения, и тут неважно, пришли они с Томиком Паркера, пришли они с Советом Соседки, или пришли они с ВИВИНа, они в принципе выбирают не по своему вкусу, они выбирают по каким-то там направлениям, так людям проще, это еще раз, это неплохо, не хорошо, ну тут бы проблема не в приложениях, просто это надо учесть, ну то есть ты в принципе нормально относишься к этому, а вот то, что получается, что я увижу, что стоимость вина этого полторы тысячи рублей, я его могу приобрести в магазине, но ресторан мне его продает по четыре с половиной, это же влияет на то, чтобы человек не купил бы это вино. Да, но это с другой стороны влияет на ресторатора, который лишний раз задумается, а брат ли в карту вино, которое в магазине стоит полторы тысячи, и продавать его за четыре с половиной. И тут мы подходим к профессии Семельи, который, по сути дела, если делает правильную винную карту, он выбирает те вина, которые в супермаркетах в большом объеме не представлены. Ну и как раз вот я заметил за последнее время, много ребят, когда приходили на дегустацию, они интересовались количеством для того, чтобы между собой разобрать, чтобы было понятно, что этого вина больше нигде нет. Ну, поэтому, что касается работы Семельи, это абсолютно нормальная история. Саша, какие планы и цели на ближайшие 5-10 лет? Будешь ли пробовать выиграть чемпионат мира? А может, есть амбиции стать виноделом или все-таки с Семельи поработать, скажем, в Лондоне или Нью-Йорке? Смотри, какой хороший вопрос. Несмотря на то, что на часть его я ответил, да, я буду участвовать в чемпионате мира, ну, в отборочном, в нашем случае сначала в отборочном. Вот, далее, по поводу планов вообще на 5-10 лет, я их никогда не строил, я не умею таким планированием заниматься, я пытаюсь просто себя развивать, а это меня куда-то приведет. Вот куда приведет, вот я 5 лет назад не мог бы сказать, чем я буду сейчас заниматься, и 10 лет назад не мог бы сказать, чем я 5 лет назад занимался. То есть вот эти все промежутки, и я не считаю, что это плохо или хорошо. Но, отвечая на вопрос, хотел ли бы я поработать с Семельи, нет, я при себе уже решил, что эту стадию я прошел, и мне к ней уже не вернуться. Мне, а, неинтересно, б, невыгодно. И самое главное, да, вот вопрос, а хотел ли я бы поработать где-то там в Лондоне, вот тоже нет. Абсолютно не знаю, зачем. Ну, у меня нет вот этих вот как бы амбиций, то есть с точки зрения денег, я знаю, сколько они там получают. Мне здесь нормально, как бы, да, смотря каким Семелье в Лондоне. С точки зрения жизни, переехать сейчас там, включая там семья, ипотека, всего прочего, поздно уже. Вот было бы мне сейчас там 23-24 года, да, с удовольствием, прекрасный опыт, я бы, может, развился бы быстрее, я, может быть, чемпионом бы стал. Но то, что мне мог дать этот опыт, я чуть медленнее, но уже получил, и к этому идти, в общем-то, не хочу. По поводу виноделия, меня, в принципе, эта идея не кажется там совсем дикой. Меня больше всего пугает то, что, мне очень нравится то, что я в вине имею дело с большим количеством вина. Я очень боюсь вот зациклиться на чем-то одном. И очень не хочу попасть в ситуацию, когда мне придется в основном пить свое вино, любить свое вино, и, ну, как бы, вот этой зависимости я не хочу. Если будет какой-то формат моего участия в процессе создания вина, я, в принципе, да, там, по поводу плана на пять лет хотел бы, наверное, получить больше винодельческой практики, просто потому что это интересно, это в любом случае поможет мне с точки зрения общего представления знаний. Но, как бы, если будет какой-то такой формат, то, ну, я не отрицаю этого возможности. Здравствуйте. Назрел вопрос, если профессия смерье себя может изжить, но тема вина будет жить вечно. Так в плане работы куда стремиться? Смотрите, есть еще какая штука, о которой сейчас все боятся говорить, но тренд на низкоалкогольные вина – это начало тренда на уход от алкоголя вообще. Рано или поздно общество на планете Земля, я в этом убежден, мы, конечно, не доживем, скорее всего, до этого времени, и сейчас можно говорить все, что угодно, но у меня есть ощущение, что люди на планете Земля будут жить без алкоголя, либо оно будет, ну, там, в каком-то, там, небольшом вообще проявлении. А это связано, я верю в тем, что люди будут в целом как-то развиваться и находить какие-то другие способы. Я не говорю, что вино – это плохо. Просто на вот этом этапе, отрезке, там, последних каких-то, там, тысяч лет, это вот, ну, сейчас просто я даже на примере своих 20 лет сейчас встречаю людей, которые, а я никогда не пил и не хочу, я не чувствую, что они неполноценны, и я не хочу им навязывать вот эту ценность. Я чувствую, что этих людей будет становиться больше. Их обязательно будет становиться больше. И с точки зрения будущего профессии далекого-далекого, конечно, ее не будет. И, возможно, будем переключаться, если я доживу до этих, я, в принципе, да, мои последние увлечения пивом – это не просто, там, отделать нечего. Я пробую себя в разных сферах, я также, может быть, переключусь на какой-то другой напитник. Может быть, переключусь на изучение более плотных языков. Мне кажется, что человеку творческому, а в вине очень много творческих людей, дорогу найти в какую-то интересную смежную или несмежную профессию не так сложно. Это ж не будет так, что нам завтра все скажут, вот, все, вина не будет с завтрашнего дня. Нет, это будут очень долгие, плавные процессы. Мы все много раз подумаем, о чем мы вообще хотим. А может, еще раз говорю, мы не застанем яркого проявления. Но вообще безалкогольных напитков будет сильно больше через 5, 10, 20 лет. Александр, вы были в Ташкенте. Как там с отраслью? И будут ли еще обучающие видео на Ютубе? Да. Если сравнивать с странами постсоветского пространства, с которыми я был, то, ну, наверное, это самая такая вот неразвитая область. Если мы говорим про виноторговлю, то она там, ну, я верю, что в зачаточном состоянии развития, я не знаю, будет ли это развитие или нет, там вроде как на политическом уровне есть такое решение развивать. Вот. Но это очень сложно оценивать, потому что люди абсолютно другого склада ума, с другими ценностями абсолютно по-другому относятся к напитку. И чтобы там это появилось, нужно вот сначала вот здесь что-то поменять. Что вино – это продукт европейской культуры. Вот там, где европейская культура популярна и имеет какое-то влияние, там есть развитие вина. В Узбекистане пока нету популярности европейской культуры. Так, Лидия Синицына задает вопрос. Артур, дорогой, вопрос от мужа. Когда выигрывает «Спартак», винотеки растут в продаже? И, уважаемый Александр, тот же вопрос. Если выиграл «Зенит», акцент на вино или не про вино? Ну, давай, Артур, ты сначала. Ну, я не замечал. У нас сегмент не тех болельщиков «Спартака», которые там забежали, потом бросили все, приехали купить там бутылку подороже. Как правило, это все больше, наверное, все, что рядом где-то находится со стадионом, там возможно. Но в этот день как раз и закрывают. У нас все муниципалитеты требуют, чтобы магазин бы не работал, условно говоря, в этот день. Чтобы не возникали проблем. Я как раз работал рядом со стадионом, будучи еще ковистом, год где-то. И помню, как это бывало. Да, чаще всего закрывали, но были примеры того, как там полузакрытые или что-то мы находились. Абсолютно никак не связаны между собой два мира. Футбола того, который по улицам ходит и может пойти куда-то догоняться. И того вина, которым занимаются бутики. Валерий Кожедов еще раз спрашивает. Есть ли желание или задумка создать спецпрограмму по обучению и конкретно подготовке конкурсов с Амелье регионов? Проводить такую программу два раза в год на базе Энотрии? Смотрите, я немножечко анонсирую, хотя анонсировать в данной ситуации очень-очень сложно. У меня не просто есть задумка, у меня есть проект некого как раз-таки лагеря на базе, ну да, там в Петербурге, лагеря для региональных с Амелье с целью как раз-таки развить эту тему. А как бы это такая идея, вы наше, вы моя, но с учетом происходящей ситуации я сейчас вот все меньше и меньше, ну не знаю, могу для себя понять, а почему это должно быть очно вообще. И какой информации, вот опять же, после того, как я выложил эти пять видео, какой вам еще информации не хватает, чтобы готовиться к конкурсам? Вот я честно уже не могу понять. Вот вы приедете ко мне, мы лично с вами вдвоем будем заниматься. И я вам все то же самое скажу, что на тех пяти видео. Остается моя роль только в том, чтобы говорить, ну давай, делай это еще раз, делай это еще раз, но найдите вы у всех человека, который вам это будет говорить, если вы сами не можете себя мобилизировать. А всей остальной информации, я говорю, более чем достаточно. Если вам кажется, что недостаточно, вы учите английский язык и поймете, что еще больше, чем было раньше. Александр, в мире вина важна, путь или результат? Спасибо за ответ. Я не тот напиток пью, чтобы сейчас отвечать на философские вопросы. В мире вина важен путь или результат. Ну, в любом случае, даже если есть какой-то результат, он же промежуточный, я вообще не верю в то, что есть какой-то финальный результат. Особенно, когда люди говорят про чемпионство, я такой, ну, ты, Артур, наверное, понимаешь, вот я стану чемпионом России и все. И уже через год уже начнет дергаться. Кстати, а что ты думаешь по поводу того, что люди вот приходят, участвуют на конкурсе, а потом особо-то их не видно, они сидят у себя где-то закрыты, это же чемпионы. Вот, и почему такая история происходит? Почему люди вроде бы продвинулся, вроде бы вышел, а тебя потом не видно, ты исчезаешь и в жизни ассоциаций никакой жизни не принимаешь. Вопрос хороший, вопрос больной. Смотри, я людей обвинять не хочу, но я хотел бы видеть в чемпионах людей, которые помогут в дальнейшем, вот эти вот все затасканные слова про развитие культуры, мы все-таки эту ответственность должны нести какую-то социальную. Даже если глубоко в душе нам плевать, мы там лишь зарабатываем деньги, мы все равно должны вкладывать свои знания, которые мы получили на этом пути, в то, чтобы это продолжало развиваться. Я считаю, что это вот наша такая в этом вот роль. И в каждом чемпионе я хочу увидеть человека, который в дальнейшем будет не только амбассадором вина, но и амбассадором той системы, которая возвела его в чемпион. Да, ну то есть несмотря на то, что я сам прошел психологически через разные этапы отношения и конкурсу с Эмелье, ты понимаешь, что как бы ты часть всего этого. Это инструмент, который не лежит на улице, его создавали люди, ты им воспользовался для того, чтобы кому-то что-то показать, сказать, а потом ты дальше, ну в общем-то, никак его не поддерживаешь. Я говорю, я не могу этих людей там как-то обвинять, но мне хотелось бы видеть поменьше Эмелье в чемпионах, которые так вот относятся безразлично к ассоциации и к самим конкурсам. И самое главное, самое главное, подожди, Артур, добавлю, если мы будем дискредитировать конкурс, то мы чемпионы, то вес нашего чемпионства будет снижаться. Мы в этом не заинтересованы. Да, абсолютно правильно. Влад Хачатриан из Армении, он сейчас на карантине там закрылся, то обратно приехать в Москву не может. По снобизму кто в лидерах? Москва или Санкт-Петербург? Ну давай я сначала отвечу. На мой взгляд, конечно же, Москва. Потому что в Питере с питерскими коллегами мы общаемся, я знаю, что происходит. Но во всяком случае, в большей степени снобизм и высокомерие это в Москве. Что ты скажешь, Саша? Я не знаю, мне кажется, ты больше, я просто с Москвой очень мало общаюсь, поэтому не могу дать. Но в Питере есть снобизм? Везде есть снобизм. Я же уже сказал, я к этому вообще нормально отношусь. Просто он иногда бывает смешной, неоправданной, но тогда мне просто весело. Александр, в разные периоды ты делал упор на разные виды напитков. Условно. Крепкий алкоголь, вино, пиво. Что следующее? Коктейли или, может, вода? Ну да, да, я, по-моему, даже где-то писал на эту тему, что у меня сейчас этот план. Вообще, на этот год я планировал, честно, не приступил еще, гастрономия и коктейль, вот эти два направления. Не знаю, сейчас как раз все зависит, а там дальше посмотрим. лучший сомелье в России за всю историю на твой взгляд, впечатляющий тебя наиболее сильно. Не важно, где на конкурсе, в ресторане, дома, на кухне. Я скажу просто несколько хороших слов о людях, которых я хорошо знаю, потому что никакой объективной оценки здесь быть вообще не может. Тех, кого я знаю лучше, кого я имел возможность. Я бы сказал, что удивительным и как раз и свойством, которое для широкой публики кажется наиболее значимым, удивительной способностью сомелье является дегустация. И у нас на самом деле очень немногие, даже известные сомелье, хорошо дегустируют вслепую. Это спорт, я понимаю, в профессии это вообще может не нужно. Но где-то внутри, ты понимаешь, если человек хорошо разбирается и вслепую отличает, значит он, наверное, и в принципе может оценить вино как-то более правдоподобно объективно. Он лучше чувствует, он больше анализирует. И в этом плане меня как раз поражали вот люди, с которыми я вместе дегустировал. В Питере я бы выделил Максима Наумкина и Диму Фролова, которые очень хорошо дегустируют цвету. Мне очень впечатляет вот эта вот дегустационная память Леони Стерникова. Сколько вин. Я понимаю, что в определенных направлениях, но даже вот общего круга человек, который я помню, 10 или 12 лет назад 10, наверное, выходил в мир вина, писал комментарии Леонид, а вы записываете? У вас остались записи от дегустации какого-то вино? Он такой, нет, ну как же можно быть с эмилье чемпионом и не вести записи? Леонид, человек, который не ведет записи, но помнит огромное количество вин, а вот это вот именно практическая память, которая, есть люди, которые много пили, но при этом ничего не помнят. И вот Леонид много чего дегустирует, пробовал, много чего помнит и активно продолжает, ну то есть, мне очень нравится в людях импонировать, тех, кто даже чего-то уже достиг их, вот эта вот энергия, с которой они продолжают в том числе и развиваться и что-то делать. Поэтому я сказал о людях, которые ближе всего ко мне, да, то есть, я уверен, что в Москве, то есть уже, я много слышал про людей, но я просто не могу сказать, что вот это вот мое мнение, потому что я вот с ними сидел и вот прям вот это чувство. Ну как это? Часто гости хотят вина, который они пили раньше и берут в магазине. Отговариваю, но как с этим бороться? Так, Артур, Артур, вот сейчас ты немножечко пропадал, поэтому если есть возможность повторить вопрос, я бы... Да, конечно. Часто гости хотят вина, который они пили раньше и берут в магазине. Я их отговариваю, но как с этим бороться? Я считаю, что с гостем бороться это вообще неправильное направление, чего бы это ни касалось. Гостя надо заинтересовывать, а не бороться. Есть люди, которые относятся к вину очень просто. Это часть какой-то, условно говоря, продуктовой корзины, и они... То есть, почему человек берет одно и то же вино, он боится. Он не разбирается, он боится и на всякий случай берет одно и то же. Это вот пресловутый салат Цезарь, паста карбонара. Вот примерно по такому же принципу выбираются там вина пиногриджа, просто потому что человеку это знакомо и он не хочет экспериментировать. То есть, мы должны сразу принять, что не все люди, которые пьют вино, увлекаются им, хотят что-то новое, относятся к этому как к искусству. А это мы с вами зарабатываем деньги, нам приходится к этому так относиться. Но если мы посмотрим даже на наших близких, чего уж там далеко ходить, часто так бывает, что они не сильно интересуются вином, мы сразу понимаем, что вино играет для людей разные роли. Я в том числе вот этот вот разный подход и разные способы коммуникации в последнее время пытаюсь давать в школе и объяснять, что все люди по-разному воспринимают вино и общаться с ними надо по-разному. Нет ничего плохого в гостю, который знает, что ему нужно. Он любит вино, он пьет вино, он любит одно вино. Прекрасно. Нет в этом проблем. Ну почему? Он может заблуждаться, правильно? Он же может заблуждаться, может быть, он просто как-то ваше имя достаток. Ну он же получает удовольствие, то есть мы думаем, что он мог бы получить больше удовольствия, но откуда у нас эта уверенность? Нет же объективно хорошего вина для разных людей. То есть это все такая штука очень-очень субъективная. И переучивая людей, мы иногда в общем-то... Хорошо. Я вот скажу так, что нет большой разницы между человеком, который пьет каждый день пиногриджа, потому что он когда-то про это услышал, и человеком, который с завтрашнего дня начнет пить, я не знаю, какой-нибудь крюшный рислинг. Он все равно будет покупать одно и то же. Потому что человек такой, у него такое отношение, оно не поменяется. Ну, то есть ты рукой бахнул и все. Нет. Попытаться работать. Нет. Я говорю, заинтересовать. Не бороться переучить, а заинтересовывать. Ну, в мягкой форме. Ну, не получается. Ну, ладно. Ну, не получилось. Мы попытались. Мы попробовали. Саш, скажи, пожалуйста, такую вещь. Ты, я знаю, вообще категорически не участвуешь ни в каких слепых дегустациях и так далее, чтобы оценивать вина. По какой причине? Что тебе это мешает делать? Или почему такое убеждение? Да. Соответственно, я не сразу пришел к этой мысли, но вот уже какое-то там время, получив в том числе определенный в этом плане опыт, я пришел к мысли о том, что в принципе вино и удовольствие, которое мы получаем, связанное с качеством, это понятие очень субъективное. Я не против субъективных оценок вина. То есть авторские гиды и когда один авторитетный человек, у которого есть своя аудитория, говорит, вот это вино хорошее, вот это плохо, это прекрасно. Это вообще людям надо давать направление. Мне не очень нравится идея слепой дегустации как оценки вина, потому что я считаю, что в самом букете ни ни на цена, ни на цена, ни на удовольствие никак не заложен. Все в контексте, в интерпретации, в этикетке, в мире, в людях, которые делали это вино, опять же, наша профессия связана с этим. Англичане нас пытались убедить, что не с этим, потому что не умели красиво говорить, как французы, они сказали, все вино можно оценить по вот этой табличке. Мы пробуем, условно говоря, WCC подход и делаем вывод, все, это дороже 8 фунтов не стоит. Мы обесценим так вино. Если мы хотим это сделать, давайте вперед двигаться в этом направлении, потому что даже Роберт Паркер, ему сложно уже объяснить, почему у него 90 баллов Шату Латур и 90 баллов у него за 10 евро Рибири Дель Дуэра какая-то. Это все начинает быть сложным. А когда мы имеем дело с еще и слепой дегустацией нескольких людей и вот эта вот средняя температура по больнице, когда я посводил эти результаты, посмотрел на 90 плюс 70 равно 80, и ты понимаешь, что один человек, ну то есть тут надо проверять еще, вот я пока вся дегустационная комиссия мне 8 из 10 классических вин слепую не угадает, я в принципе им не доверяю всем. А вернемся к вопросу, у нас в стране таких людей очень мало. Очень-очень-очень-очень мало. В Питере постоянно проходит сейчас каждый год конкурс слепой дегустации, где вот как раз 12 вин дают вначале, я не говорю, что они супер классические подобраны, но типа если ты выбиваешь 8 из 12, считай ты в финале. Это очень круто. Да, по поводу того, что если у нас в принципе люди там не могут отличить пиногриджи от новозеландского савиньона, и я говорю даже про условно там экспертов, то в принципе у меня большие вопросы к этим результатам. Ну и плюс, да, ну кому это в итоге оценка, кроме производителей, нужна, вот эти вот все как бы медали. Оно, наверное, неплохо, просто я в этом участвовать не хочу, не хочу, чтобы потом говорили, что вот почетный жюри в лице в том числе вот этого человека сказала, что вот это вино лучше вот это. Нет, я хочу так, я вот если сам попробую, сяду и скажу, что вот это вино лучше, чем вот это, я это скажу сам. И ничье другое мнение сюда примешивать не надо. Пока я не готов. Слушай, у меня к тебе вопрос. Вот ты был у меня на презентации винного гида. Твой комментарий дальше, когда ты написал пост о том, что там был и так далее, ты отметил один такой интересный момент. Я предварительно хочу сказать, что у нас на мероприятии было порядка двух лишних тысяч человек за целый день прошло. С учетом мастер-классов там и так далее. И ты написал такую очень интересную строчку на мероприятии был «Самелье было мало». Как ты считаешь, почему «Самелье могло бы быть мало»? Что такого происходит, что «Самелье не хотят посещать такие такого рода мероприятия, при том, что для них практически, особенно что касается ассоциаций, с учетом поддержки питерской, московской и вообще российской ассоциации «Самелье», для всех членов был бесплатный вход. Так вот, в чем момент такой заключается? Может быть, ты что-то слышал, может быть, кто-то что-то говорил. Я тебя хочу услышать. Ну, давай несколько предположений выскажу. Во-первых, скорее всего, ну, у нас есть снабизм, у нас есть за некое вот это вот уже заелись, что уж там говорить. Дегустации в Москве, мы же понимаем, что это в Москве проходило, настолько много проходит всякого разного уровня, что некоторые «Самелье» свое личное время на то, чтобы сходить куда-то, даже, ну, вот они там на Гран-Крю какое-нибудь бургундское сходят, «Ну, ладно, там, вот, Швальблан, ну, схожу». Вот есть у нас такие «Самелье», есть те, которые, да, как я уже сказал, снабизм. Извини, пожалуйста, я сейчас, просто, чтобы этого не забыть, одного из «Самелье» приглашают на Ганчу производства в Италию, и когда ему сказали, типа, ну, поставьте в карту, там, продажи, там, все такое, мы вас отправим в Италию на производство, на что он повернулся и сказал, вы бы меня еще в мытище отправили. То есть, представляешь, да, какое отношение к тому, что огромное количество поездок. Да, конечно, конечно. То есть, мы понимаем, что сейчас уже, да, есть люди, которые, на самом деле, довольно много попробовали, да, и они такие понимают, что, ну, как бы, этих я пробовал, этих я пробовал, ну, то есть, «Самелье», далеко не все видят свою роль, там разбираться во всех российских каких-то вин. Может, кто-то решил для себя задачу, какие два российских вина выбрать в карту, и, в принципе, опять же, возвращаясь к тому, что зачем мне тратить какое-то там еще личное время, потому что надо тогда сходить будет на выставку вин там в Чили и всего прочего. Другой вопрос, что российские вины, тема, как мне кажется, в нашем стране в любом случае актуальная. И за ней следить, особенно последние лет пять, очень интересно, потому что изменения происходят разительные. Я небольшой сторонник идеи, что изменения, как бы так часто это хорошо. Мне вот этим российские вины не нравятся. Я не успеваю запоминать. Ты запоминаешь производителя, его нет на следующий год. Он выпустил линейку, а она уже другая. То есть это надо постоянно вот это вот до каждой этикетки запоминать. Вот это, честно говоря, неудобно всему винному миру. Поэтому я все жду, когда у нас более-менее производители какие-то начнут выживать на протяжении больше пяти лет и делать одни и те же этикетки, чтобы можно было не каждый год пробовать по 400 вин, чтобы быть в курсе событий, а время от времени к ним возвращаться какие-то вот такие. Ну, не знаю, когда это случится. Поэтому я тоже не считаю, что сомелье сейчас должен в голове держать вот такой пласт информации, который так часто меняется. Поэтому я с какой-то точки зрения, Артур, тоже понимаю этих людей, которые такие, ну, толку, я сейчас пойду попробую. А вот у меня тоже раньше какой скепсис был. Я попробую на выставке, мне понравится, я потом куплю в магазине, там будет говно. Вот это тоже происходило у нас довольно часто. И в школе Энотрия, да, тоже часто были, когда еще приезжали виноделы с юга прям, привозили их, Дима Ковалев, и они говорили, не, вот это вино не пробуйте, а мы взяли в магазине. Я вот с собой в багажнике привез. И, ну, как бы, мы же изучаем, мы, вот. Я просто простуденность там камушек кинул, ну, так, в прошлое. Я буду еще дальше продолжать читать, зачитывать вопросы, которые здесь есть. Когда успешные сомелье становятся успешными виноделами? Такие примеры хорошо известны. Например, Павел Швец. А есть ли успешные примеры в обратном направлении, чтобы винодел стал сомелье? Я бы сказал так, что сомелье в общем смысле человека, разбирающегося широко в вине, да, винодел, который пойдет работать в ресторан, ну, если только это ресторан при его винодельни, он вышел там к своим друзьям, я думаю. Но в плане именно виноделов, которые хорошо разбираются в вопросе, я бы вот как раз здесь бы, да, сделал акцентик. Во-первых, да, за границей очень приятно видеть, что такое есть, и когда винодел имеет статус мастер оф вайн, берешь какой-нибудь там Оливье Умбрехт какой-нибудь или там Рашкович из Новой Зеландии, ты понимаешь, что человек широко видит, он разбирается. И вот возвращаясь к российскому вину, вот этого тоже хотелось увидеть сомелье, откуда еще был снобис, потому что сомелье виноделы разговаривали на разных языках. Сомелье очень хотели видеть виноделов, которые разбираются в вине примерно так же, как сомелье. Поэтому у Павла Швеца получилось кинуть классный мост, потому что он знает, что такое вино, он понимает, какое место занимает его вино, и знает, на каком языке разговаривает сомелье, в отличие от остальных виноделов большинства. И здесь, конечно, я бы сказал, что у нас такой действительно единственный пример пока что, но если такие примеры будут в дальнейшем происходить, это позволит лучше наладить отношения между виноделием и продажами. Узунова Юлия, приветствую, часто сомелье хотят поставить в карту вина, которые нигде не продаются, но Хорика не всегда дает такие продажи, как розничные магазины. Какой выход? Отдельные линейки? Иметь широкий ассортимент, который будет идти. Для Хорики... Это же проблема винторговой компании, я так понимаю, но вот винторговые компании пытаются решать это расширением ассортимента, разведением по разным каналам. У кого-то успешно, у кого-то не успешно получается, ну куда делать, конечно, надо разводить. Так, что скажете про направление онлайн-торговли именно вином? Стоит ли ждать поддержку государства? Есть ли смысл? Сейчас все будет уходить в онлайн? Поддержку искать не стоит. Не совсем понял. Поддержку точно искать не стоит. разрешат ли или нет, я не знаю. Тут опять же прогнозы... Разрешат самое ближайшее время, разрешат точно не. Ну ладно. Я за. Это будет. Я не вижу в этом. Что вы думаете про организацию мастер-самелье посмотрел сегодня фильм и не нашел обладателей титулов в России? Ну, во-первых, мастер-самелье это очень популярный заграниц в Европе и в Штатах институт, который занимается обучением. Я бы сказал так, что параллельно с WST это два самых известных способа получить образование по профессии. мастер-самелье, который чуть больше про практику и ресторан WST, больше про теорию. Почему не популярно в России? Они для этого ничего не сделали. Вот вы сейчас только посмотрели фильм и также очень многие тоже об этом не слышали. Куда пойти, что пододелать? Надо ехать за границу, сдавать экзамены на иностранном языке. Этот путь намного более долгий, чем просто пойти и устроиться. Ну, у нас в самелье стать не очень сложно. Видите, тоже какая штука. Честно говоря, у нас очень многие люди становятся в самелье за путь там полгода, в год всего лишь. Поэтому нету никакого стимула. Вот вы сейчас, допустим, даже загоритесь целью станете мастер-самелье, и я бы не сказал, что сейчас перед вами в России откроются все дороги вообще абсолютно. То есть у нас все места по большому счету уже заняты людьми, которым эти значки и не особо нужны. Другая правда заключается в том, что я искренне убежден, что тех же самых знаний и уровня можно добиться и не проходя это обучение. Когда был вопрос про людей, которых я безмерно уважаю и все прочее, я общался и дегустировал и участвовал в конкурсах с мастерами сомелье и обходил их и мастеров вина, я могу сказать, что это лишь очередная корочка, которую ты получишь, если будешь очень долго тратить свои усилия и деньги, но не факт, что ты на этом уровне потом останешься и что сам этот уровень будет обозначать, что ты все знаешь. Нет, вообще не могу. Можно также дома заниматься, на конкурсы ходить, с коллегами общаться, просто это стимулирует вас. Вы заплатили деньги, вы едете за границу и вам придется учить, 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 разбираться и сдавать цель. Спасибо. Александр, хотели бы вы поучаствовать в коллаборации с виноделом при создании вина? Каким видите это вино в идеале? Да, хотел бы, но зависит от винодела. Каким? Не знаю, интересно, я хочу сначала разобраться в вопросе, зависит от того, где будет винодел, в каком регионе он будет работать и чего. Ну, как бы, да, почему? Так, винодельческий регион, куда хотел бы уехать прямо сейчас? Сейчас будет такая возможность. Ну, прямо сейчас я бы никуда не хотел поехать, но вообще есть, у меня есть несколько, ну, я в Калифорнию хочу. Просто я не хочу поехать в тот регион, где я уже был. Мне всегда новые впечатления нужны, поэтому я бы, может, сейчас и другой регион назвал, но в Калифорнии я не был. Мастеров Вайн есть в планах? Я ответил в прошлом вопросе, можно сказать, нет, не хочу. Не вижу смысла, давайте так, не в Мастер Сами Лени, не в Мастеров Вайн. Чемпион мира это мой путь, а Мастеров Вайн нет. Надо было начинать лет 5-7 назад и деньги на это откладывать. Я хочу побесплатить. Саша, есть ли у тебя в планах развивать свой канал на Ютубе, делать обзоры ВИН, рассказывать о Лени и так далее? У меня планов всегда намного больше, чем на годности. В планах есть, да, но будет ли это реально, не знаю. Ты там микрофон не закрыл случайно рукой? Что-то куда-то звук еще. Входящий звонок от Анатолия Анатольевича мне пришлось отключить. в прошлый раз вчера Анатолий звонил Сидорову во время эфира Сидоров сбрасывал. В прошлом эфире Анатолий сбрасывал звонки от Алексея Сидорова. Сейчас ты видишь, все завязано, все в одном мире. Конечно, все близкие. Как думаете, профессия сомелье будет расти в цене и потребности в будущем? Или интернет из каждого сделает какого-то сомелье? Будет ли расти в цене зависит от экономической ситуации в стране. В количестве расти не будет, я уже говорил. Профессия сомелье, особенно сомелье ресторанного, она будет размываться. Больше денег здесь особо не вижу. Больше на энтузиазме. Сомелье не самая денежная профессия. Все дорогие вина из нашей страны ушли, мы прошли этот исторический путь, и к нему скорее всего никогда не вернемся. Поэтому жирнее, чем сомелье 10-15-20 лет назад, мы уже сомелье никогда не увезли. В Китай, в Китай надо ехать пока еще, потом не знаю куда. Рекомендуйте три книги для начинающего винного блогера. Артур, очень хочу вашу книгу. Я за вас очень рад, и я рад, что вы эту книгу хотите. Вы ее либо можете правильным вопросом получить, задав нашим гостям, либо приобрести ее на сайте aswangit.ru. Три книги ты можешь порекомендовать, я опять буду отвечать не так, как людям нравится. Все вопросы посоветуйте пять ресторанов, три книги, а я на них отвечаю плохо. Я никогда не читал книги для того, чтобы прочитать всю книгу, особенно в самом начале. Я всегда всем рекомендовал использовать много источников. Сейчас 2020 год вообще, какие книги, интернет есть. У тебя возник вопрос, найди на него ответ. Если ты видеоблогер, хочешь подготовиться по какой-то теме, прочитай из разных источников информацию по этой теме, и все. Для этого покупать книги это слишком долгий путь развития. Это вот, мне кажется, да, конечно, у тебя должна быть какая-нибудь большая там такая розовая энциклопедия, для того, чтобы ты мог себя проверять. Я два года эту книгу не трогал, три, она лежит. Мне в интернет проще залезть. Ну, какие-то, может быть, ну, там, один раз залез. То есть все зависит. Надо себя больше погружать в вино и сталкиваться с вопросами и искать на них ответы. Вот это самый лучший путь развития. А для начинающего блогера винного я не знаю, какие у вас цели, что вы хотите отнести. Александр, провокационные вопросы на странице в Фейсбуке это фильтр френдов или понять, кто есть кто? Я люблю провокации для того, чтобы вызвать дискуссии. У меня такой способ, я так привык, меня некоторые за это не очень любят. Я, если в чем-то сомневаюсь, я сомневаюсь я во всем. Я обычно немножечко провокативным способом вызываю дискуссию и диалог. Те люди, которые не понимают и не чувствуют провокации, начинают с пены в рта что-то как бы доказывать. Ну, я слушаю, смотрю аргументы, делаю какие-то выводы и корректирую свое мнение. Попкорн, садишься и начинаешь. Ну, когда как. Когда как. В последнее время желания все меньше, потому что, ну, почти по всем вопросам я уже свое мнение сформулировал и сформировал. Мне уже мало что как бы интересно. Сейчас мне мало что интересно, но, ну, таких тем будет все меньше и меньше. Как оцениваете вина Галицкого и почему в Питере на презентацию этих вин с виноделом пришло всего 15-20 семиллионов? Я оцениваю высоко. По мне пока что, да, я сейчас попробую использовать объективный параметр. Для меня было очень важно почувствовать вина, которые сопоставимы с винами известных сортов регионов, в которых я чувствую сорта и то, как они исполнены. И особенно меня сильно волновали белые сорта и вот эти современные технологии виноделия. Да, то есть я говорю, если в стране не сделали нормального савиньон-блана, чистого, ароматного, простого, пока страна еще развивается. Ну и, в общем-то, мы с винами Галецкого пришли, как я считаю, к лучшему за всю историю российских савиньон-бланов из того, что я пробовал савиньон-бланов и рислингу, да, наверное, одному из лучших или лучшему. Красные пока молоды, но мне нравится то, в каком они сейчас состоянии. Мне кажется, что это тоже будет очень высоко. Почему 15 человек пришло? Это, я не знаю, вопрос сезона, какой-то тоже, может быть, наложившийся обстоятельств. Ну, да, было 15 человек. Мы не так широко, мы сделали рассылку по ассоциации, это было мероприятие для ассоциации, и, соответственно, надеялись на наши стандартные 25-30, но там плохо рассчитали. Так, Александр, как относитесь к винному блогерству? Хорошо. Ну, в смысле, если оно как бы хорошо сделано, то, да, просто я его не вижу. Кто у нас винные блогеры? В чем винное блогерство? Сейчас заключается письменного винного блогерства, наверное, сейчас уже не стоит ожидать оценивать. Им тоже мало кто так вот нормально занимает. Телеграм-каналы? Ну, да, да, вот там, наверное, есть неплохо. Видеоблоги сейчас должны появиться, вот уже появились в формате праздном, мы сейчас их много оценим. Я за. Александр, вы высказали мнение, что описание вин-категории Premier Grand Cru Бордо – дело неблагодарное. Каким вином вам интересно давать описание, почему им, если таковые есть? Важно и интересно давать описание вин-людям, когда ты их учишь, ты должен рассказать, какими вины должны быть, что можно почувствовать, и в процессе обучения это очень-очень важно. Заодно показать, как вины отличаются, что они бывают такими, вот такими. Но, когда мы начинаем говорить про вина высокого и очень-очень высокого уровня качества и цены, там начинают играть более важную роль уже всякие другие способы коммуникации, которые напрямую с букетом не связаны. Потому что аромат черной смородины, он не весит сколько-то баллов и не стоит сколько-то рублей. Это просто аромат черной смородины. И начинаются вот эти базовые фразы, про как все скроено, тонко сшито, сбалансировано. Или мы плетем просто какую-то неразбериху про оттенки, которые мы на самом деле не чувствуем. Но если кому-то нравится, я просто не такой человек, я такой более правдивый, я не могу в этом направлении двигаться. Я считаю, что там должна быть другая коммуникация. Это уже про эстетическое удовольствие и нам надо говорить не про характеристики. Александр, в мире все время появляются новые профессии. Какое новое направление в мире вина вскоре появится, может, даже в связи с пандемией? Я бы сейчас посвятил, конечно, но... Сложно. А я, кстати, посмеялся уже на той шутке. Это не новая профессия, Артур Георгиевич. Это профессия древняя. Я не знаю, мне кажется, профессий, наоборот, будет меньше становиться. Меньше людей будет работать и больше будет автоматизации, диджитализации и всего вот этого. Я так считаю. Ну, то есть эти проблемы человеческих профессий будут решаться программистами и всякими прочими, инженерами и всякими такими людьми, которые будут брать алгоритм и по нему все будет делаться. Мы уходим от ручного труда. Да. Тут Дмитрий Качанов все никак не успокоится. Книга ему нужна, видно очень. Хороший вопрос. Помните ли вы момент, когда приняли решение серьезно начать путь в мир вина? Какие эмоции чувствовали, и какой был первый шаг? Айда, Дмитрий, айда, молодец. Какой был первый шаг, эмоции, чувства, в каком направлении там пропал примерно 3-4 секунды? Помните ли вы момент, когда приняли решение серьезно начать путь в мир вина? И какие эмоции чувствовали, и какой был первый шаг? Ну, хороший вопрос. Да, да, хороший вопрос. Я мир вина не выбирал, мир вина мне так вот предложили, я не отказался. Достаточно быстро, я просто, видимо, амбициозный человек, я решил внутри всего этого дела развиваться, и первые эмоции были, конечно, вино, сам напиток, мне не нравился, ну, то есть, в том виде, в котором мне его предлагали, мне в 19 лет совсем не нравился. У меня была первая дегустация пьемонта, это были барола и барбареска, которые мне были жутко, ладно, вторая была дегустация, жутко кислыми, я не знаю, какие слова я тогда подбирал, терпкими, а единственной радостью в конце дегустации была маската дасти, была моя первая винная любовь, такая, вау, какое сладенькое, легенькое, хорошее вино. Потом начался путь такой вот неловкого изучения вина, где я дома пробовал какие-то вины, я недавно, кстати, вот перерывал, у меня вот где-то тут почти под рукой я нашел даже альбом, где этикетки таких очень простых вин были склеены и наклеены в альбом, мои описания какие-то короткие, вот это вот было 11-12. Ну, в общем, ты помнишь это все и у тебя эмоции, ты рассказываешь, эмоции вызывает? Конечно, конечно. Я специально себя заставлю не забывать это и помню, что многие люди через этот же путь проходят для того, чтобы начать что-то там потом понимать. Так, спасибо за вопрос, Дмитрий. Саша Лазарев, провокационный вопрос вам, Александр. Братство Кочерги во главе с месье Шамовым это профи или эпатажные бизнесмены? Спасибо. Часть из них эпатажные профи. Другую часть я плохо знаю, есть еще часть эпатажных просто, без профи. Ну, то есть, это тусовка. Ты, Артур, слышал про братство Кочерги или нет? Нет, не слышал ничего. увидишь, это очень узкая тема, это Женя и его просто друзья. Чем занимается братство, кроме того, что они пьют и что-то там веселятся, я не знаю. Это один из способов, это очень, я бы сказал, правильная такая реакция на изменение в мире вина. Ну, то есть, мы сейчас говорим, что все меняется, и вот этот приход натуральных вин, изменение отношения к вину, ну, вот это иллюстрация изменения. Это, ну, это естественно тоже. Саша, огромное, огромное тебе спасибо. К сожалению, не все вопросы, не на все вопросы, которые нам написали, мы успели ответить, но у нас два часа пролетело, как, не знаю, как пять минут, вот, и всегда очень разведчиво, понятно, сразу мы подарим книгу, ну, или же, может быть, у тебя есть свои пожелания какому-то конкретному человеку вручить эту книгу. По поводу вопросов, так, да, было же несколько хороших вопросов, вопросы про, что там, ну, вот последний вопрос про первые моменты, вопрос про... Ну, давай, он раз так у нас активно участвовал сегодня, я думаю, что Дмитрий... это один и то, что... Да, Дмитрий, вы напишите мне, пожалуйста, адрес свой, куда отправить вам эту книгу, я подпишу и отправлю, пускай будет так. Вот, Саш, еще раз огромное спасибо. Я думаю, что пройдет некоторое время, мы еще раз с тобой встретимся, обязательно. Я уверен, мы с тобой встретимся. У людей будет много, много интересных вопросов. Спасибо вам всем огромное.